МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Созвала срочное совещание ЕАЭС. Тойва Клар обсудил в Анкаре мирный процесс между Ереваном и Баку. В Баку начинается очередной судебный фарс на сей раз по делу пленного Гагика Восканяна. 56 лет назад, 29 ноября, был открыт мемориал жертвам киноцида. Акоп Егезарян родился 4 августа 2000 года в Ереване. Учился на юридическом факультете Славянского университета. В армию был призван в 2019 году, получил звание младшего сержанта. Служил в воинской части ЦОР Арцаха. Был артиллеристом, командиром взвода, оператором. Акоп был сдержанным, умным, трудолюбимым и послушным солдатом. Не любил опаздывать четко и вовремя выполнял поставленные задачи. Стремился к лучшему и старался во всем быть первым. Очень любил читать. С первого дня войны участвовал в боях за Гадрут, Варанду, Акон, Каринтак и Шуши. Акоп Егезарян посмертно награжден медалью за боевую службу и медалью за мужество. Вечная слава павшим бою героям. Полная статья доступна на нашем сайте Western Armenia TV. Большевистские лидеры на пути осуществления мировой революции придавали важное значение мусульманским народам Востока. В первую очередь туркам. В 1917 году турецкая армия сражалась против Великобритании в Месопотамии. И несмотря на успехи англичан, для большевиков турки были пионерами в борьбе с мировым империализмом. Турецкие власти прекрасно понимали, какую выгоду они могут получить от дружественного отношения большевиков. И с удовольствием сотрудничали с ними. Положительное отношение к турецким властям большевики открыто демонстрировали еще до революции. Летом 1917 года, когда решением Временного правительства России создается автономия Западной Армении и десятки тысяч армянских беженцев возвращаются в родные очаги, Ленин крайне негативно оценивал действия правительства Керенского. Мы обязаны немедленно угодить украинцам и финнам, обеспечить им и всем иностранным племенам России совершенную свободу, вплоть до права на отделение. То же самое мы должны сделать в отношении всей Армении. Мы обязаны вывезти войска из Армении и оккупированных нами турецких земель, писал Ленин и пояснял, если завтра советы возьмутся за власть, мы скажем, выведите войска из Армении, иначе будет обман. В то время армянские общественно-политические силы и даже верхушка российской власти прекрасно понимали, что вывод российской армии из Западной Армении будет означать новый геноцид или депортацию армянского народа. Полная статья доступна на нашем сайте WesternArmemia.tv. Юрист Арутюм Багдасарян коснулся правовых актов, касающихся территориальной целостности Армении, которые дают основание утверждать, что подписанное 9 ноября 2020 года заявление всего лишь соглашение о перемирии, подписанное под угрозой силы и несоответствующее требование международного правового документа. Багдасарян напомнил, что в июне-июле 1918 года во время формирования Азербайджанской демократической республики Арцах был независимой административной политической единицей, провозглашенной 22 июля 1918 года в Шуши на Первом съезде Арцахского армянства и имевшей свой Национальный совет, Народное правительство и Вооруженные силы. Лига наций признала Арцах спорной территорией и не признала территорией Азербайджана. 22 августа 1919 года под турецко-азербайджанской угрозой седьмой съезд Арцахского армянства подписал соглашение о примирении с Азербайджаном, согласно которому Арцах был временно передан под юрисдикцию Азербайджана, пока его окончательный статус не будет определен на Парижской мирной конференции, при условии, что азербайджанские вооруженные силы не вступят в Арцах. Однако в ночь на 22 марта 1920 года турецко-азербайджанские силы вторгли в столицу Суши, где в то время проживало более 60 тысяч человек, 78 процентов которые армяне разрушили и подожгли город, в результате чего погибли 35 тысяч арцахцев или 20 процентов населения Арцаха. Границы Армении были определены на Парижской мирной конференции, где в специальной комиссии по определению границ Армении 24 февраля 1920 года были представлены доклад и предложение комиссии по определению границ Армении, под которыми стоят подписи полномочных представителей стран-членов Совета Лиги нации Франции, Великобритании, Италии и Японии. В данном докладе представлены принципы делимитации границ государства Армении и Азербайджанской республики, государства Армении и Грузинской республики. В международном праве орбитажное решение окончательно и обязательно к исполнению. У него нет ограничений по срокам и его статус не зависит от дальнейшей судьбы решения. Международное право, статья 81 Гагской конвенции 1907 года, который определяет статус орбитажных решений, вообще не предусматривает отмены таких решений. Согласно международному праву, стороны, согласившиеся представить свой спор на орбитажные решения, раз и навсегда признают, что любое решение будет для них обязательным к исполнению. Отказ одной из сторон не влияет на правомощность решения. Поэтому, поскольку орбитажный иск был представлен не только Армении и Турции, но и 16 странами, то орбитажные решения обязательно для всех. Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка, Индия, Пакистан, Бангладеш, Франция, Италия, Япония, Бельгия, Греция, Польша, Португалия. Статья соответствует нормам международного права, которые отстаивает Западная Армения с момента своей реорганизации в Шуши 17 декабря 2004 года. Для Армении странно, что в этом году возвращается более шести десятков машин с экспортируемой из Армении в Россию товарами, когда армянские поставщики не меняют качество своих товаров. Такую позицию выразил министр экономики Восточной Армении Ван Керупян в беседе с журналистами в Национальном собрании, коснувшись проблемы, возникшей на КПП ЛАРС последнего заявления Россельхознадзора. Мы взяли материалы, опубликованные Россельхознадзором, и изучаем их, чтобы понять, насколько продукция наших бизнесменов не соответствует действующим нормам Российской Федерации. Армения начала операции в рамках ЕАЭС. Мы созвали срочное совещание в рамках ЕАЭС, которое состоится в течение двух дней, заявил Керупян. Напомним, что в последнее время на КПП Верхний ЛАРС армянские грузовики, экспортирующие сельхозпродукцию и другие товары в Россию, столкнулись с проблемами. Спецпредставитель ЕСЭ по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойва Клаур обсудил в Анкаре мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Я вернулся в Брюссель после вчерашнего визита в Анкару. Обсуждались вопросы, представляющие общий интерес ЕСЭ и Турции в отношении региона Южного Кавказа. В частности, мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Написано в микроблоге X. В Баку 30 ноября назначено судебное заседание по сфабрикованному делу против заключенного Гагика Осканяна. 16 августа 2023 года резервист, участник тренировочных сборов Гагик-Восканян, самовольно покинул боевую позицию. Позже азербайджанская сторона сообщила, что ими взят в плен Гагик-Восканян. 18 августа азербайджанский суд незаконно арестовал Восканяна. Баку в традиционном для себя стиле против Восканяна, как и против других армянских пленных, сфабриковал уголовное дело по нескольким статьям. По данным СМИ, заседание пройдет завтра в административном здании Сабунчинского районного суда под председательством судей Гянджинского суда по тяжким преступлениям Абдуллы Мамедова. Восканян обвиняется в подготовке к проведению террористических диверсионных операций. 56 лет назад, в этот день, 29 ноября 1967 года, на холме Цицернакаберт был торжественно открыт мемориал жертвам геноцида против армян. Мемориал геноцида армян посвящен памяти двух миллионов армян, ставших жертвами первого геноцида XX века, осуществленного младотурецким правительством на всей территории Западной Армении. В 1967 году, с момента завершения строительства, мемориал стал неотъемлемой частью архитектуры Еревана, превратившись в место паломничества. Расположенный на холме и выделяющийся из общего ландшафта, мемориал в то же время прекрасно гармонирует с окружающей средой, а простые очертания сооружения передают дух нации, пережившей геноцид. Мемориал занимает площадь 4500 квадратных метров и состоит из трех основных сооружений. Мемориальные стены, храма вечности с вечным огнем, мемориальные стрелы, воскресшая Армения. По пути к основной части мемориального комплекса посетители проходят мимо стаметровой базальтовой мемориальной стены, на которой выгравированы названия более пяти десятков больших и малых городов и поселений Западной Армении, где организованно происходили массовые убийства и депортации армянского населения. С 1996 года на территории мемориала покоятся кувшины землей, взятые с могил иностранных общественных деятелей, политиков, представителей интеллигенции, поднявших свой голос протеста против геноцида армян, осуществленного турецким правительством. Их имена В 1988-1990 года на территории мемориального комплекса геноцида армян установлены хачкары в память об армянах, погибших в резне, организованы азербайджанским правительством в городах Сумгаид, Кировабад, Ганзак, Баку. На участке перед мемориальной стеной похоронены пятеро борцов за свободу погибших в ходе армян-азербайджанского конфликта. В апреле 1995 года к 80-летию геноцида против армян в мемориальном комплексе был открыт музей-институт геноцида армян, территориальное расположение которого не нарушает гармонии архитектурного комплекса. И даже на основе политики отрицания и отказа мы не верим, что власти Еревана планируют демонтировать мемориальный комплекс Цицерна-Кабберт в память жертв геноцида, совершенного против армян в Западной Армении, который был осуществлен с 1894 года и продолжается по сей день. Из завершения новостей послушаем музыкальное произведение, посвященное памяти жертв геноцида. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!